Не мери я. Монитор компьютера Полина Никитина променяла на экран поменьше. Смартфон. Девушка сменила работу в офисе и занялась фрилансом. Полина ведет свой небольшой блог, в котором рассказывает о том, как правильно фотографировать и делиться полезными советами. Серьезно заниматься социальными сетями она начала год назад, после чего у нее в разы прибавилось количество подписчиков. Людям важна полезная информация, которую они могут подчеркнуть из блога, отмечает Полина. Два фотографа ведут блог. У одного человека блог ведется правильно, у второго нет. Например, во втором блоге человек просто выкладывает свои фотографии и показывает в свое портфолио, что он делает. И больше ничего. Второй человек ведет блог и подробно расписывает. Ну, о своей жизни, интересные локации, например, правильные позы, о фотографии, много всего. То выберут, конечно же, человека, который ведет правильно блог. Блогеры. Казалось, еще вчера к этой категории людей не относились серьезно и сразу представляли себе подростков. Сегодня детская шалость превратилась в профессию. Люди, которые способны набирать аудиторию, ведут за собой миллионы, делятся с ними своей жизнью, мнением и даже зарабатывают. Причем немалые деньги. При условии больших охватов за один рекламный пост блогер может получать сотни тысяч рублей. Успех этой относительно новой профессии, считают психологи, заключается в нехватке реального общения и искренности среди людей. Возможно, эти идеи не только они пропагандируют, возможно, они назревают. И блогеры являются просто теми, кто улавливает это и говорит. Потому что блогеры, особенно молодые блогеры, они ведь ориентированы на то, чтобы получить согласие, получить вот этих сторонников, которые думают так же. Эта возможность поговорить или предъявить свою проблему и получить обратную связь, она, собственно, существует и, мне кажется, она полезна. Мнения самарцев разделились. Кто-то не только следит за известными блогами, но и сам решает посвятить себя этой сфере. Смотрим, конечно, и работаем в этой теме. Настраиваем рекламу для них. Люди выражают свое собственное мнение, и это очень классно. Другие, напротив, интернету предпочитают реальную жизнь с общением глаза в глаза, но за новостями все же обращаются в сеть. Редко в интернете все же. Времени нет, у меня ребенок, много дел, много жизни интересной другой, помимо интернета. А информацию вообще как предпочитаете получать? Ну, информацию в интернете, да. В ногу со временем идет и телеканал «Самара ГИС». Самые свежие новости из жизни Самары всегда можно узнать из групп телеканала во всех соцсетях. А сайт является лидером среди интернет-платформ региона. Более двух миллионов просмотров и свыше 800 тысяч посетителей. Включайтесь в жизнь города и оставайтесь в курсе событий. Мария Левина, Николай Сидоров, События.